Да, приезжие спрашивают, они всегда спрашивают, что можно здесь посмотреть, вот такое коренное, национальное, и мы всегда направляем их на наши рестораны этнические, на нашу музыку, мы им показываем тоже, что есть такие записи в интернете, какие-то видео. Меня зовут Эльвира Сарыхалил, я певица, я мама, жена, крымская татарка, я живу в Крыму, родилась в Узбекистане, в городе Андижан. Моего отца зовут Марлен Сарыхалиль, его корни село Тувак, Алуштинского района, а мама Нияра, девичья фамилия Исмаилова Сарыхалиль, корни Бахчисарай и Бурлюк и Аджбулат. Они родились в местах ссылки, каждый год родители из Узбекистана нас привозили летом в село Тувак отдыхать, чтобы мы видели Крым. И мы видели дом нашего дедушки, в котором, естественно, жили уже другие люди, мы останавливались, смотрели на этот дом, родители нам рассказывали про наших предков, и перед домом был ручей, стремительный такой ручей, который впадал в море, и у меня картинка эта запомнилась. Я всегда стремилась вот туда, я стремилась как бы наполниться, посмотреть на этот дом, почувствовать запах этого места, этой природы. Поэтому, конечно, меня туда всегда тянуло. В Бахчисарай мы приехали уже позже, и тоже там еще стоял дом дедушки, маминого отца, но потом его снесли уже, но мы успели его увидеть. Там тоже море в Аджбулате, другая природа. Там есть Альминская долина и свой шарм, там хочется петь, там растут фрукты, там что-то, как, знаете, в сказке. Вот такие ассоциации у меня. Но когда мы приехали в Крым, была ночь, темно, и мы сразу поехали в Джанкой. Мне было 5 лет, мы поехали к Тизе, в Джанкой, и временно там жили, потому что нам негде было еще жить в Крыму. Меня Джанкой не впечатлил, конечно, как ребенка совершенно, но было радостно все равно, потому что я видела, что радовались все вокруг, радовались родители и наши двоюродные братья. Мы были счастливы от этого, что мы встретились в Крыму. Поселились в Центральном Крыму, в Красногвардейском районе, село Менделеево. Это было две улицы на то время. Потом пристроилась третья улица, потому что крымские татары возвращались, и появилась еще одна улица. Я выросла в этом селе, до 17 лет там жила. Ну, мы помогали родителям много. Собирали фрукты, делали закатки, потому что тогда было важно наполнить погреб. Это в 90-е годы. Наполнить, чтобы там было в запас все. И семья большая, и с нами жили периодически хартана, нашарзы хартана, тувахлы. И иногда в гости приезжала бита, гульсум бита. И потом позже поселились тоже родственники, которые приехали позже нас из Узбекистана. И жили мы все в одном доме, и они тоже большая семья. И знаете, мы жили так дружно, мы друг друга понимали, мы не делили территорию. Мы понимали настолько, что мы все равны сейчас в этом положении, что нам всем нужно. Мы даже будучи детьми, у нас не было эгоизма этого. Это моя комната, это там хотелось, но мы как-то чувствовали друг друга. И потом действительно каждый построил свой дом, нашел свою дорогу в жизни, и все хорошо сложилось. Но на тот момент это было, знаете, как племя такое. Мы чувствовали свою фамилию, свой род, чувствовали поддержку друг друга. И вот на этом я выросла. Я в какой-то момент со старшей сестра занималась на фортепиано, ходила. Я услышала пианино, звук его, и сказала, что я тоже буду ходить. Школа была 5 километров от дома, и я даже на это пошла, чтобы ходить в школу. Иногда возвращалась даже пешком, вот там были яблочные сады такие. И я шла, срывала яблоки, там серьезно доела эти яблоки, шла пешком 5 километров. Ну вот так прошло 6 лет музыкальной школы, и потом я сказала, что буду я поступать с музыкой связано. Поэтому родители из музыкальной школы даже нашли мне место, где заниматься вокалом в Симферополе. Я занималась в ансамбле «Бульбуллер». И 7 лет я была солисткой этого ансамбля. Я участвовала во множественных конкурсах в Крыму и в украинских конкурсах. И потом уже поняла, что мне как-то уже мало места. Хочется профессиональнее быть. Я услышала, как поют оперные певцы в театре. И тогда поняла, что мне этого очень хочется. Я хочу так уметь. А для этого здесь не было возможности никакой. Нет консерваторий, нет таких университетов. Все родители доверили мне. Доверяли очень. И я поехала в Харьков учиться. 7 лет я училась в Харькове. Это Харьковский университет искусств имени Котляревского. По-старому консерватория. Я увлеклась полностью классикой. И занялась постановкой голоса. Поэтому решила, что пока я выступать не буду. Потому что хотелось это уже сделать в другом качестве. Приехавшие в Крым, я увидела, какую музыку здесь исполняют у нас. Вкусы людей. И это совершенно не совпадало с тем, что я изучала. Я не понимала, где здесь можно исполнить те арии, которые я учила. Я не понимала, в какой концерт можно вставить Ронда Зильберклянг Моцарта. Я не понимала, куда можно исполнить римского Корсакова или Ари Верди. Это было, мне казалось, это неуместным. Прошло несколько лет. Я вышла замуж. И у меня родился сын Мухаммад Старший. Я все-таки вернулась в Крым. За это время я изучила крымско-татарскую музыку. Я исследовала серьезно уже фольклор. Я приезжала в Крым и собирала песенный фольклор у пожилых людей. В основном это я в любой. Я много выучила репертуара за это время. Тут мне предложили записаться в программе на телеканале АТР, Music Live, и несколько песен там записала. И тогда я не ожидала, что это так воспримется тепло, даже горячо. И столько отзывов, прям такой прием и такое восприятие, что я подумала, это, видимо, очень необходимо сейчас народу. Есть вещи, которые для профессионального роста, а есть, которые для того, чтобы восполнить и сохранить те ниши, которые были свободны все эти годы. Мой муж араб, палестинец, он кандидат медицинских наук, учился тоже в Харьковской академии медицинской. Когда мы с ним познакомились, он не поверил, что я певица. Для них это нестандартно, что женщина-певица. Это какая-то очень звездная жизнь, это такая избалованность. Он увидел, что я мусульманка, что я изучаю Коран, что я читаю его, что я хожу на лекции в мечеть и изучаю свою религию. Оно у нас объединяется, и религия, и сцена, и мама, и мода. Все у нас это есть, мы умеем, у нас и ментальность такая. Мы можем это все объединять, с этим жить, при этом не чувствовать себя ущербно, например, певица, но у меня нету времени на сцену, на репетицию. При этом я понимаю, что задача крымско-калитарской женщины это поколение, это дом, и ничего там такого нет. Все он понял нас и принял то, что я певица, и он меня поддерживал. Что интересно, он тоже повлиял на то, чтобы я исполняла национальную музыку. Потому что когда я увидела, что он ставит и слушает только свою музыку народную, когда готовит кофе, когда приглашает гостей, они делают свои блюда национальные, звучит только их музыка и звучит только их родная речь. Все, хочешь понимай, хочешь не понимай, хочешь изучай, чтобы понять. И поэтому я подумала, что у нас так тоже должно быть вообще-то. Мы так же должны жить. Это хороший пример. Хотя у них тоже идут войны, у них пострашнее, чем у нас. Но они вот так держатся, у них стержень вот этот, и он непробиваем. Это хороший пример. Дети у нас и крымско-калитарские понимают, и арабские. Также я с ними русские и украинские книги читаю. Это очень полезно даже. За этот период, да, с 14, не буду считать, до 14 года, я выступила, представляя крымско-калитарскую культуру в Польше, в Бельгии, в Италии, в Германии, в Украине. И до того уже была и Турция. То есть у меня есть возможность выступать, меня приглашают. Я представляла музыку за рубежом, и постоянно этим занимаюсь. Поэтому для этого не обязательно вот уехать с Крыма. То есть, ну для этого, наверное, надо иметь еще смелость. Просто вот эти границы ездить, и постоянно отвечать на вопросы. И тем более у меня берут интервью, я говорю как есть, ничего не придумываю. Я возвращаюсь в Крым после этих интервью. Я понимаю, что если я сейчас, например, уеду в какую-то европейскую страну, Италию, Францию или Германию, то моя музыка немножко изменится. Наверное, от погоды, природы, не знаю, спрос и образ жизни изменится. Поэтому придется там по-другому все это выстраивать. Но я люблю с разными музыкантами петь. Мне интересны вот все. Просто не имеет значения, какой национальности музыкант. И американцы прекрасно играют крымско-татарскую музыку. И, ну, все. Если они ее почувствовали, полюбили, уже все, будет шедевр. Я сейчас занимаюсь классикой. Я учу много авторской музыки крымско-татарских композиторов. Свои авторские сочиняю. Это все, наверное, для чего-то. Пока не знаю, во что это выльется, но точно народ это услышит. Это прекрасная музыка. Для меня эта музыка и эти композиторы, которые ее пишут, живя в Крыму, это то, что должно быть продолжением нашей культуры. Продолжение — это не только фольклор. Фольклор — это уже данность такая. Да, это мы с нашим богатством таким. Все, из прошлого. А это новая музыка. Это и джазовая, и симфоническая, авторская, разная, там, не знаю, разных направлений. А вот этим сейчас занимаюсь. Даже если она современная, она должна быть национальная. Национальная музыка — это музыка со своим лицом, со своим почерком. Это не снятая у кого-то. Это именно созданная вот здесь, вот здесь, на этой земле, исполняя на крымско-татарском языке, с определенным своим родным диалектом. Это композиторы, желательно, чтобы они должны… Крымские татары. Это желательно, чтобы были наши инструменты. Это должно быть все с крымским настроением. Я понимаю, сейчас такое масло масляное, да. Вот именно так. Это будет наша национальная музыка, культура. Нельзя занимать одну точку зрения. Вот только искусство должно продаваться. Если оно не продается, я не занимаюсь искусством. Или искусство — это художник должен быть голодным. Он создает настоящее, когда он думает только об искусстве, а не о заработке, и не о строительстве дома, о машине и так далее. Вот здесь надо найти золотую середину. Если в какой-то момент жизни искусство не приносит заработка, то это не значит, что всегда так будет. Так можно же бросить это дело. И все, так многие сделали. И разочаровались, оставили. А ведь были гениальные музыканты, которые могли быть немножечко продолжить, потерпеть или переключиться на что-то другое, отвлечься. Не бывает в этом стабильности, что всегда искусство популярно и всегда ты интересен. Бывает момент, когда раз и ты уходишь куда-то в тень, так это как раз тот момент, когда надо заняться духовностью, отвлечься вообще от музыки, заняться спортом, заниматься своим телом, заниматься здоровьем, читать, учиться. Есть время для этого. Поэтому нужно уметь откладывать ее, выдерживать его. Искусство надо иногда выдерживать, чтобы оно там созревало, потом ты такой уже другой приходишь снова к нему и доделываешь, и оно действительно блистает потом. Крымско-катарская музыка развивается. Просто она как выглядит. Разные музыканты и разные композиции. Есть, за которые радуешься, думаешь, вот оно, ой, какие молодцы, и как хорошо. И слушаешь ее, по 20 раз крутишь. А есть, которые я так случайно радио включил, а там звучит музыка, там где-то услышала. Думаю, это на каком языке я пою. Произношение неправильное, ударение неправильное. Я не могу это не заметить. Вообще не хочу критиковать, не люблю. Ну, у меня внутри все. Как? Ударение не туда. Ну, возьмите пару уроков у учителя какого-нибудь, который знает язык и знает, как вот нужно. Просто вот перед записью позанимайтесь чуть-чуть, 2-3 урока. Пусть вот на место поставьте все вот эти вот буквы, звук, и запишите потом ее. И это же будет другое качество совершенно. Вот это вот произношение. Потом сама подходка к аранжировкам, аранжировки песен такие. Ну, это уже не прогресс, это какие-то, это такое старье. Такое, знаете, вот сейчас скажу вам, шароварщина такая, наша только уже. Крымская шароварщина. Такое, умца, умца, умца звучит. И думаешь, его так много, такой музыки. Вот это мне не нравится. Сейчас такое настроение в Крыму, что нужно... Вот я не знаю, откуда вдруг. Это, наверное, инстинкт самосохранения и инстинкт такой защиты себя, своей семьи. И когда вдруг начали все так активно строиться, покупать машины, как-то думать об обстановке в доме, как-то стали на красоту много, на вот эту видимую красоту вкладывать. И настолько это делается так фанатично. Прям как-то люди разогнались. Это хорошо. Я вижу так, это красиво все. Мне нравится, что оно так выглядит. Да, это вот народ, наконец. Да, он на ногах, он состоятельный. Но потом я просто за этим всем понимаю, что там есть непонимание многих вопросов национальных. Там дети не изучают крымско-катарский язык, например. Я тоже с детьми занимаюсь постоянно. Там люди не ходят на концерты. Там люди поддерживают крымско-катарскую культуру. Каким образом они это делают? Они кем себя чувствуют, считают? Вот за этим каждым домом, знаете, вот я буду ехать, каменка или фонтаны, и вот мне кажется, за этим каждым домом, мне интересна какая-то жизнь, какая-то история отдельная. Вот дом, дом, там такой, там тамга, все, дворы красивые, там какая-то отдельная история. То есть это какая-то ячейка крымско-катарского общества. Там одна, вторая, третья, и так много таких. Я думаю, там за каждым из этих вот прекрасных заборов больших, там семья, которая живет вот этой вот там, симферопольской или там, какой-то крымской жизнью. Только любовь друг к другу, любовь к своему языку, к своей культуре, любовь к Крыму, любовь к миру. Это уже не будет какая-то созданная идея, прописанная в документе. Это будет что-то необговариваемое. Это будет что-то на каком-то, не знаю, телепатическом уровне, мне кажется. Это будет что-то, это объединяться. Но что это? Вот мне чувствуется, что это вдохновение, любовь, это стремление быть выше, выше всего. Выше в смысле невежества, да, я имею в виду. Выше необразованности, выше скандалов, выше наших непониманий между собой, выше каких-то старых проблем. Надо их оставить уже в прошлом. Всё, это тяжёлый наш груз, который мы тащим все вместе и перекидываем один на другого. Оставить надо. Язык мы выучим, иншаллах. Я верю в это. Мне кажется, даже что, даже мы его будем лучше знать, чем вот было у нас в 90-х, и вот 2000-й начал, он будет более лучший, качественный. Но сейчас смотрю, филологи такие слова достают столько работы над этим, чтобы возродить язык старый и добавить новые слова. Национальная идея – это уважение к себе. Когда ты уважаешь себя как потомка вот тех великих людей прошлого, и ты являешься в настоящем, но ты тоже создашь своё продолжение для кого-то. То есть вот эта вот вся история, вот этот род, это мы как одна семья. Мы должны понять, что мы одна семья. И уважать надо это. Уважать себя как крымского татарина, как носителя этой культуры, не как того, что я тут хозяин. Нет, это поверхностные все фразы. А я носитель. А носитель – это значит что? Это значит, что у тебя много есть знаний. Ты изучаешь постоянно это. Ты преследуешь его, распространяешь это. Это что-то гуманное. Да, мы хотим свою власть. Это все хотят. Вот не секрет. Мы хотим очень и давно свою власть. Не кто-то, чтобы мы с ними договаривались, всё время нас понимали, и мы годами-годами им объясняли о себе, о нашей власть. Вот она. Не надо ничего объяснять. Этот человек, который прошёл эту историю, и высылку, возможно, и обратно переезд в Крым, и становление, и борьбу, и вот этот человек, если будет нашей властью такой, то тогда не надо будет ничего объяснять. Тогда уже будет всё создано, как положено. Программа для изучения языка, для культуры и так далее. Вот этого мы все хотим. И вот это не надо придумывать. Но когда, если мы это не имеем, это не значит, что нужно снова смотреть куда-то и ждать. Только мы между собой можем быть крепкими, вот так вот связанными, прям как цепь такая, знаете, крепкие очень, и дружные очень, и полюбить друг друга. Наше искусство, будь то крымско-татарское, украинское, оно всё делается от любви к создателю, от того, что ты ценишь эту жизнь и используешь каждый день для того, чтобы что-то создать, что-то узнать новое. Проявить заботу. Иногда простые вещи, они настолько ценны, проявить заботу не тогда, когда тебя даже попросят, а просто предложить. Сейчас мне нравится учить. Сейчас у меня такой смысл. Поделиться тем, что я знаю, но в то же время я постоянно учусь сама. То есть и учиться. Вот так вот учиться, а с другой стороны учить. В этом есть смысл. Смысл жизни — это иногда не спешка, а просто молчание и замирание на одном месте. это просто как будто мониторить вокруг происходящее. Просто видеть, наслаждаться, уметь наслаждаться, уметь получать удовольствие от того, что у тебя есть сейчас. М había Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok